Ахмедев Петр Михайлович. Некоторые впечатления и варианты траектории гиперболистических потоков. Позвольте я напомню, что такое фиксовая группа, что такое модулярная группа. Модель по МКР берется в плоскости Лобачевского. Пусть параметр привезны, то есть радиус, можно считать, что единица, но мне в конце понадобится, чтобы был круг произвольного радиуса. Давайте картинку я покажу. Берем на этой плоскости треугольник идеальный. Здесь симметрия третьего порядка представляет вершинки. Вот здесь симметрия второго порядка. Этот треугольник переводит в этот. Это все изометрия плоскости Лобачевского. Так устроена модулярная функция. Здесь в центре каждого треугольника симметрия третьего порядка. И на сторонах симметрия второго порядка. Значит, если так рисовать, то вот этот треугольник будет образом вот этого. И центр где-то вот здесь будет. Ну и так далее. Значит, реакция замощается. Вся плоскость замощается. Вот фундаментальная область можно вот так рисовать, а можно вот так рисовать. Она локально конечная. Ну вот, фундаментальное, значит, такое определение. Теперь, что будем делать с этой модулярной группой? Ну, вроде дальше можно. Ну, нужно трехмерную задачу посмотреть. Значит, допустим, пока нет никакой группы фуксовой L. Тогда вот множество этих контактных векторов, множество единичных векторов в каждой точке. Ну, я его обозначил. Ну, понятно, что это просто прямое произведение окружности. Относко Солбачевского. Ну, поток геодезический. Значит, каждая точка движется по предписанному направлению с единичной скоростью. Ну, геодезический, значит, друг большого круга, который выходит на абсолют. Теперь, если группа действует изометриями, ну, вот модулярная группа, то можно скрутить. Вот, если скрутить, то, конечно, получится некомпактное многообразие, но можно естественным образом конфлицировать. Будет поток на трехмерной сфере. Ну, вот это, конечно, я доказывать не буду, но это написано там у французских коллег. Ну, и вот называется модулярный поток. Давайте картинку посмотрим. Вот тут, значит, абсолют в форме трилистника заузлился, а сам поток вот они тут нарисовали. Значит, ну, очень красивая картинка и типичная траектория вплотна. Ну, есть много замкнутых траекторий. Вот сейчас будем на замкнутые смотреть, это интересно. А это трехмерный, что это случилось? Ну, значит, плоскость двумерная, множество контактных элементов одномерное, значит, поток происходит в трехмерном многообразии. Окружность умножить на плоскость Лобачевского, а группа все скручивает, и получается сфера из этого многообразия, бестолкового, получается сфера. Ну, вот они это все нарисовали, и так красиво получилось. Абсолютно заузлился, да? Абсолютно заузлился, но это так... Подожди, если ты факторизуешь, то у тебя получается сфера. Ну, абсолютно... Значит, то, что ты факторизуешь, у тебя будет накрытие эта сфера. Ну, да, разветвленная. У нас сфера и накрытие... Разветвленная. А? Разветвленная. У нас сферы нет, конечно, накрытия, и потом вот некомпактное многообразие. Надо еще концы вклеить правильным образом, но я не буду говорить, как это там написано. Ну, и накрытие разветвленное, да. Важно, что разветвленное. Потому что там точки... Как сказать, это непонятно. Точки, да. Ну, я... Правильно. Ну, непонятно, да. Значит, ну, вот такая динамическая система. Они это, значит, называют трактором Лоренса, но... Насколько... Ну, вот, значит... А что, там гиперболическая какая-нибудь есть? Ну, конечно, это поток Аносова, потому что... Нет, нет, нет. А я спросил, почему это поток Аносова? Ну, это можно объяснить, потому что это поток на поверхности постоянно отрицательной гривизны. А почему же это не настоящая сфера? Это не настоящая сфера. Она имеет экзотическую метрику. И это плохо для приложений. Но все-таки это фундаментальный. И вот сейчас будем с этим бороться. Значит, метрика там не настоящая, да. Поэтому Аносов это поток. Ну, вот, проблему, которую, значит, решаем. Вычислите симметатические варианты вот этих вот траекторий. Ну, значит, если замкнутая траектория, то это просто инварианты узла. Ну, я такую общую проблему сказал. Сейчас объясню, что общую, конечно, не удастся решить. Но кое-что сделаю. И вот тут картинку французских коллеги рисуют. Вот видите, этот аттракт у Лоренса. Значит, тут такое есть, такое есть, такое есть. Чего-то тут нету. Ну, и между рациональными траекториями находятся такие узлы. Ну, вот можно какую-то там же про этих узлов. Мод. Ну, вообще, то, что я рассказываю, оно к солнечной физике относится. Но это будет на самом последнем слайде. А так, как я и слагаю, это, конечно, ну, как бы вот, мне кажется, что Джиз призывает очень красивую какую-то новую алгебру, совершенно необычную, применить вдруг в такой, в общем, простой ситуации, двумерной. И вот видите, он говорит, что никто пока не может посчитать. Но, с другой стороны, чем больше вы таких зверей найдете, тем больше эта штука будет стоить. Потому что... А звери безчисленост? Ну, да. Ну, они, конечно, не любые там. Ну, вот видите, очень важно. От серии, да? От серии получается. Ну, мы сейчас все немножко упростим. Чем больше таких зверей, тем больше надо платить денег. Потому что топология снизу ограничивает... Задача, которая здесь решается, такая. Когда минимизировать, значит, вот этот поток, ну, его энергию, значит... Если он не является геодетическим, просто поток векторного поля, то надо интегрировать b квадрат в пространство. Что же интегрирует? Энергию b квадрат. b это вектор скорости. Но здесь у нас надо просто единицу интегрировать в данном случае. Но она уже сама минимизировалась. Поэтому на этой картинке просто минимизированная вот эта вот динамическая система с точки зрения магнитной энергии имеет очень богатую структуру патологических припасов для того, чтобы она была упрощена до невозможности, до... Баланс энергии Миранского Арнольда, значит, снизу магнитная спиральность коэффициента зацепления, они дают нижнюю границу магнитной энергии, b квадрат. Здесь, в этом примере, b квадрат это просто интеграла скорости передвижения, то есть в каждой точке геодезические движимости, значит, единица. Ну, b квадрат тут... Это что, просто длина, что ли? Ну, скорость... Ну, в данном случае... Ну, длина... Ну, если мы... Нет, здесь все... Может, я напрасно об этом говорю? Здесь просто b равно единице, единичный вектор. То, что геодезического потока единичный, единичная скорость передвижения. Ну, поэтому здесь... Скорость-то скорость, но что мы интегрируем? Ну, в данном случае объем вычисляем, в данном случае просто объем вычисляем, ничего больше. Но у нас все-таки задача такая, что геодезический поток это очень хорошая конфигурация, а просто поток, он задан... Там вариация этой поля скорости, поля скорости. Если вы немножко возмутите вот эту лоносовскую картинку, условия, значит, что b квадрат будет констант, а в пространстве отсутствует. И там надо интегрировать b квадрат в возмущенном уравнении. А вот эти вот узелки, которые, может, немножко перестроятся, они как раз идут топологическими препятствиями к тому, чтобы это b квадрат приняло минимальное значение. Вот на этой картинке это минимальное, а на возмущенной, дисциплативно возмущенное, оно будет чуть побольше. А причина состоит в том, что вот надо посчитать эти узелки, и они дадут нижнюю оценку. Но это сложная задача. Давайте я более конкретно скажу. У меня просто тупое такое возражение. Не возражение, а вопрос. Раз мы интегрируем по кривым, значит, мы должны интегрировать один формул. Где эта форма? Я хочу где-нибудь увидеть. Ну, магнитное поле два форма. Надо звездочку Ходжи применить. Получите векторное поле. У векторного поля есть энергия. Значит, тут метрика замешана. В этом пространстве нужно использовать звездочку Ходжи и перебрасывать два формы в один формы. Ну вот так все делают. Магнитная энергия через два формы не особо не описывается. Но само магнитное поле это два формы. Значит, нужно взять лебедочку Ходжи, а у нее взять просто Эль-2 норму. Надо объяснять. Ну, давайте дальше. Давайте я объясню, почему задача нельзя решить и что можно сделать. Все-таки моя задача чисто геометрическая. В неодносвязном пространстве, если вы узлы нависуете, то вы их сможете посчитать и это гораздо проще. Дело не в том, что там эти петли будут не стягиваться. Петли, конечно, будут стягиваться, они будут все равно асимптотические. Но ангебра зацеплений в неодносвязном пространстве не очень сложные. И вот если узел нарисовать в неодносвязном пространстве, то за три накрытия у вас будет зацепление, а у зацепления есть асимптотические, органические варианты, которые не сводятся к рецепту зацепления. Теперь вот можно так вот построить это многообразие. Я в двух словах скажу как, чтобы оно, сама картинка модулярного потока не изменилась, но мы переклеим на бесконечность. Значит, по-другому идентифицируем бесконечность, многообразие станет не односвязанное. Ну и у этого не односвязанного многообразия можно будет посчитать среднюю заузленность вот в таком точном смысле. Дальше, значит, я хочу напомнить, вот если есть сцепление в примерной сфере, ну вот предположим по простоты, что выполнены какие условия на коэффициент зацепления. Если это база дроблистного накрытия, это всегда будет. Тогда можно применить вариант степени 6, порядок 4. Но это самый простой, который тут есть. Значит, вот если мы возьмем такие простые варианты, как коэффициент зацепления, то у них будет порядок 1, а степень 2. И всегда будет степень удвоения порядка. И тогда у них есть асимптотические аналоги. Значит, вот Арноль в 1974 году асимптотический вариант Коббарк написал, и он попросил подумать, нет ли еще других. Ну, значит, вот другие есть, только они немножко более сложные. Потому что у них сложность топологическая больше, чем двойный порядок. Это значит, что асимптотическая теория для этих вариантов очень сложна. Потому что все, что мы видим в асимптотическом пределе, это двойный порядок. А он тут уже гораздо больше, чем тот порядок, который мы хотим снять. Вот. Ну, тем не менее... Да, вот есть техника, значит, диаграмм Гаусса. Это вот что такое. Если обычное зацепление трехкомпонентное, вот рисуете его на плоскости и смотрите, сколько там элементарных атомов. И какова алгебра представления диаграмм Гаусса. Ну, вот если вы хотите зацепление двух петель посмотреть, вам надо посмотреть, сколько точек пересечения одной кривой с другой с правилами и знаками. Это значит, на языке диаграмм Гаусса вы строите представление двуххордовой такой диаграммы, диаграммы узла. Здесь нужно сделать в бессимптотическом смысле эту алгебру. Ну, и вместо хордовых диаграмм двухугольников будут треугольники. Это сейчас объясню точнее. Ну, дальше. Ну, вот теперь общая схема такая, что если у нас есть точка, тогда, значит, есть у нее три прообраза. Вот они могут быть незамкнутые. Вот применяем этот тенгурят, потом берем средняя по всем точкам. Ну, дальше. Вот. Теперь, ну, здесь коротко о том, как построить эту сигма. Ну, тут вот это можно было в словах объяснить так. Значит, что можно эту модулярную функцию, которую я рисовал, рисовать без пятиугольников. Если вы будете рисовать из пятиугольников, то тогда у вас, что получится, будет не сфера, а как раз линза. И в линзе все будет играть. Но там будет другой поток, и алгебра менее фундаментальная. Ну, можно схитрить. Можно, значит, сказать, что пятиугольники — это парицентрические разделения, вот эти треугольники. Они там вот на абсолюте, а те, которые в центре треугольника — это те, которые должны быть на абсолюте. Это так делал клейн, когда, значит, от этой касайдера он переходил в двойственную декайдеру. Ну, это техническая вещь, но если так сделать, то вы просто ничего не поменяете в модулярном потоке, но просто по-другому заклеите вот эти вот бесконечные точки, и у вас окажется, что тот же самый поток будет не односвязный. Вот модулярная группа, она такая, значит, здесь есть представление Z3, Z2, и вот эта Z3 симметрия — это как бы та дополнительная плата, которую нужно заплатить, чтобы был самый простой пример для вычисления. Но потом от него хотелось бы избавиться, потому что в приложении солнечной физики нельзя считать, что там симметрия какая-то, она не наблюдается. Но для первого вычисления и это неплохо. Ну давайте дальше. Ну вот теперь как буду считать этот вариант? Ну вот берем... Дайте прямо картинку, что ли? Дайте картинку. Вот. Значит, вот сквозка Слобачевского, вот сеть геодезической. Значит, если это рациональная геодезическая, то локально конечная. Ну и рациональная будет, конечно, локально бесконечная, паутинка такая. Но если мы, значит, каждую геодезическую отрежем, вот длинную елю возьмем... У тебя национальные и рациональные включают? Ну рациональные она замкнутые узел дает, и их мало. Но они все равно, вот на том рисунке, это узлы, они были рациональные, и они локально конечную сеть дают. То есть вы угоняете геодезическую на бесконечность, потом она возвращается и своим параметром себя касает. А иррациональные, она, конечно, возвращается в близкую. Ну вот берете вот эту сеть геодезических, она... Можете считать, что вот здесь вот отмеченная точка, она тиражирует действуемую группу модулярной. Берете вот для данного L. Ну вот тут сколько получается треугольников, они нас интересуют. Вот теперь берете кауссовую диаграмму, как положено в теории кауссовую диаграмму. Смотрите, есть ли она здесь. Ну вот я так нарисовал, что такой треугольник есть. Знаков никаких не надо. Запоминаете. Ну и берете асимпетатический предел после негеодезической стремящей бесконечности. То, что получается, не есть значение инварианта, но нужно возвести в квадрат. Вот в данной орбите будет сколько-то... Сколько-то, значит, вот... Сколько-то будет представлено вот этих гауссов треугольников. Квадрат этого числа это будет с точностью то, что мы считаем. Значит, как видите, не очень сложно. Но доказательства требуется... Ну дальше, пожалуйста. Ну я вот сформулировал такую теорию, что вот этот вариант, который является эргодическим асимптотическим. Значит, он дается эргодическим интегралом. Ну правда, этот интеграл довольно сложный. Значит, его можно усреднять по потоку. Но я это рассказывал в десятом году. И публикация, значит, там я немножко не доработал. У меня почти эргодически получился. Но мы это опубликовали. Ну там дожимаемся, значит. Давайте считать, что это... Можно брать среднюю траекторию, значит. И вот я с этой точки зрения сейчас дальше расскажу. Да, ну вот почему... Значит, новое наблюдение, собственно. Почему вот если я так треугольно не посчитаю, то получится нечто, что будет логическим вариантом. Ну, объясню сейчас. Дело в том, что вот в этом разветвленном накрытии, которое можно рассмотреть над модулярной группой и сталкивать над трехмерным многообразием, вот геолитические они там не компактные. Но вот в точном смысле можно сказать, что кроме вот таких вот простых рисунков, там никаких более сложных не будет. Либо совсем простые, либо вот такие. Ну, а интегралом, конечно, универсальное накрытие считается тоже, в симптоматическом смысле. Но вот эти он штуки усчитает и распознает их как коммутаторы. Это, в общем, не очень... Довольно необычно, что вот такая простая интегурация имеет высшую зацепленность. Но это так, потому что если возьмется поверхность зейфра, когда вы считаете у него арфен-вариант, вы получите единицу, а не ноль. Арфен-вариант – это и есть то самое ядро. Значит, если вы просто берете арфен-вариант, у вас алгебраический вес вот этого м-варианта. Ну, а дальше он просто считает эти арфен-варианты уже с целыми коэффициентами. Ну, а в синтетическом пределе, конечно, свещественные. Ну, вот идея доказательства состоит в том, что к универсальному степленному накрытию надо применить м-интеграл, и он посчитает количество таких штук. Количество таких штук – это, конечно, треугольники, вот эти геодезические, которые я там рисовал. Потому что треугольник, вот он так из этих трех. Вот. Ну, дальше, пожалуйста. вот основная теорема состоит в том, как посчитать теперь, вторая основная теорема, как посчитать, ну, две минуты с половиной. Значит, как, у меня 19 штук. Значит, как посчитать эти самые треугольники? Надо их считать в L2 норме. В L1 норме считать просто. Берете три точки, к которым вы привязываетесь, и строите такие геодезические. Также модулярная группа, она там скоррелирована. Геодезические – это Z3. В разных классах смертности берете. Вот берете так акварацию, что они пересекаются в одной точке. Теперь выбираете одну геодезическую, так чуть-чуть ее двигаетесь. У вас угол параллельный. Угол параллельности на плоскости Лобащевского сразу разрушает треугольник. У вас она идет сюда и сюда. И это очень, такое, такое событие, очень маленький угол параллельности. Но и окружность, по которой вы будете интегрировать, она в точности обратная к этому углу параллельности. Радио сокруженности экспоненциально возрастает. Угол параллельности экспоненциально убывает. И вот то, что вы получите, это в точности вот… Но три вторых Пи – это потому что у вас не полный угол параллельности надо брать, а только третий. Вот там вот картинка из трех геодезических, которые, значит, вот так вот пересекаются. Ну а А – это вот параметр кривизмин. Он самый интересный. Значит, он тут возникает… Да, значит, это я объяснил, как L1-норму – считать количество геодезических треугольников. Нам надо L2-норму. Ну это довольно хитро. Но дело в том, что если, значит, теоремой 1 пользоваться, то L2-норма – это инвариант, а я тут похвалился, что он эргодический. А раз он эргодический, значит, L1-норма – это просто константа, L2-норма – это просто ее квадрат. Ну так вот очень трудно понять, потому что у двух треугольников случайно выбранных геодезических стороны скоррелировано, они попарно-пураллельны. Если вы там среднее, L1 посчитаете, то среднее, L2… Чуть-чуть вы знаете… Ну вот так получается. Теперь, вот этот параметр самый интересный. Значит, в этих моделях можно считать, что вот нормировка идет на объем вот этого солитона, а параметр – параметр тревизны. Если вы берете параметр тревизны маленький при заднем объеме, а это, конечно, нужно правильную фуксовую группу подобрать, то у вас вот это поведение совершенно непредсказуемое. Это значит, что L1-вариант, в отличие от коэффициентного зацепления, чувствует кривизну. Если кривизна маленькая, то бифуркация огромная, и он непредсказуемо большой. А коэффициентное зацепление не чувствует этот параметр, а он просто нормализуется вот на этот объем. И в этом нравится. Ну, последний слайд, пожалуйста. Значит, вот, видите, солнечная корона, и тут все знают, что никаких узлов нету, потому что энергетически не выгодно. Но корреляция между магнитными линиями, конечно, есть. Но здесь есть корреляция между тройками магнитных линий. Об этом пока что астрономы не задумываются, но видно, что есть. Потому что, значит, картинка такая, что хорошее зацепление тут. Значит, где здесь симпатический предел? То, что под фотосферой мы все равно не ищем. Но вот эта вот фрактальная структура, она очень сложная внутри вот этой вот корональной петли. Значит, вот здесь очень сложное распределение энергии по пространственному, по пространству, значит, очень неоднородная штука. Вот эти, значит, в этих вот желтых магнитное поле порядка килогаусса. Вот в этих черных порядка гаусса. Ну, для примера, мы для того не порядка микрогаусса. То есть 10 минус 6. Ну, энергия, значит, это квадрат вот этого магнитного поля на объем. Ну, и вся вот эта энергия, она в топологии регулируется. Значит, если у нас топология, вот там все эти штуки ходят под фотосферой, топология запутывается, но она не может в бесконечности запутываться, эта штука вылетает, ну и происходит магнитная буря. Ученые, я не знаю, почему последние три года магнитная буря не происходит. Не происходит. Не происходит. Да, солнце спокойное. Вот, сейчас, значит, да. И дальше, что подтверждается ваш путь. Будем надеяться, я ее не рассказывал, пусть она подтверждается. Ну все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ